Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я технический специалист компании МТТ. В этом видео я расскажу, как настроить рабочее место с сим-картой МТТ. Сим-карта МТТ позволяет эффективнее использовать внутреннюю корпоративную связь, а также дает максимум возможностей для управления звонками. Все это делает общение более гибким и удобным. Авторизуйтесь в личном кабинете администратора. Перейдите в раздел «Настройки». Подраздел «Рабочие места». Перед вами список имеющихся рабочих мест. Выберите то, которое привязано к сим-карте. Откроется окно настройки рабочего места. Здесь можно выбрать из списка определяемый телефонный номер сотрудника и назначить внутренний номер для связи с коллегами. Помимо стандартных настроек, вы можете видеть дополнительные параметры устройств на вкладках «СИП-телефон», «СИМ-карта», «Софтфон» и «Скайп». Для подключения СИП-аппарата используйте данные, указанные на вкладке «СИП-телефон». Это параметры «СИП-сервер», «Логин» и «Пароль». На вкладке «СИМ-карта» вы можете выбрать дополнительные услуги. Также в любой момент можно заблокировать сим-карту. На вкладке «Софтфон» указываются параметры для подключения софтфона МТТ. Это логин и пароль. Также здесь вы можете скачать софтфон МТТ для мобильных устройств. На вкладке «Скайп» необходимо указать логин Скайпа для приема звонков на него. После завершения настроек нажмите кнопку «Сохранить». Для распределения входящих вызовов внутри рабочего места сотрудника щелкните по значку «Внутренний номер». Он находится внизу, под кнопкой «Сохранить». Вы можете добавить любое из только что подключенных устройств. Очередность приема входящих может быть последовательной или параллельной. При последовательной очередности можно выставить время до звона, после которого звонок будет переходить на следующее устройство. Нажмите кнопку «Сохранить». Настройка распределения звонков в рабочем месте сотрудника завершена, и она уже работает. Смотрите наши другие видеоролики по настройке и использованию виртуальной АТС. Должение следует... Продолжение следует...